Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию определенные мушки, так как на одной из, чтобы вам было видно их величину, на одной из рыбалок и тестирования удилища, я заметил, что очень много есть мелкой хорошей рыбешки, которую можно спокойно половить. Это уклейка, густера, стебель, как у нас его называют, верховку. Поэтому я, как вы видите, достаточно мелкий, это и 20-й, и 22-й, и 18-й номер крючков. Изготовлены разные нимфочки, то есть и сухие, и мокрые, и сама нимфа, базар, вот у нас есть личинка комарика. Поэтому не хватает только лишь имитации веснянки или ручейника. Поэтому я взял крючок, как обычно, ну вот, я использую вот такие крючки. Это номер 18, достаточно, как вы видите, хороший, удобный по форме для изготовления. Но скажу сразу, что нам понадобятся определенные материалы, без которых мы не можем обойтись. Но и в то же время я расскажу, как можно обойти этот вопрос. Для того, чтобы более крепче, более качественно моя мушка служила, я, как всегда, беру наш клей, слегка промазываю цевьё, так как сильно усердствовать нам не надо, учитывая то, что она должна быть достаточно хорошо плавучей и сухой. Нить я использую достаточно тонкую, даже где-то 17,0, но и в то же время крепкую. О нитке я уже вам рассказывал, мы её изготавливаем сами. Как только нить моя вошла в зацепление, то есть парочкой накидных оборотов в самой нити, я начинаю крепить те материалы, которые мне понадобятся в дальнейшей работе. Вот такой плоский, хороший люрекс, крепкий. Если его нет, можно использовать леску, или используйте, пожалуйста, другой какой-либо материал, которым просто мы просегментируем наше тело. И я довожу само крепление материала слегка, вот так заходя за загиб. Здесь оставляем. Теперь нам с вами понадобится, есть в продажах вот такой материал, даббинг, который идёт для изготовления сухих мушек. Может быть, вот, покажу, вот такие наборы, они вот в таких коробочках у Эдуарда в магазине. Или же могут быть вот такие, антрон. Антрон нужен плавающий, поэтому в материал весь желательно использовать тот, который у нас плавает. Если у вас нет, вы можете использовать, допустим, даббинг из CDC, пера, если его тоже нет, можете использовать любой даббинг, вот как я, допустим, начисал своего любимого кота. И нам желательно потом при изготовлении мушки, когда мы будем изготавливать из вот такого даббинга, который впитывает воду, мы должны его обработать, скажу сразу, рыбьим жиром. Покупаете в аптеке, но только не в капсулах, а покупаете тот, который в жидкой форме. И спокойненько изготавливаете и обрабатываете наши мушки вот этим обыкновенным даббингом. Значит, я беру, чтобы не было у меня скомканности материала, прядь, которая есть даббинга, вот так слегка распушил, промазали нить нашим клеем-карандашом. Не расщепляем нить, так как она у нас и так достаточно тонкая. И стараемся рассредоточить материал, чтобы не было скомканности. Рассредоточили. Материал наш подхватился к нашей нитке и образует вот такую форму нехорошую. Теперь мы опускаем вниз нашу катушечку и буквально прокручиваем 5-8 раз, для того, чтобы у нас вот так скрутился уже даббинг. Если этого недостаточно, можно подправить еще немножечко рукой. И самое главное, вот те, которые вот есть, пряди у нас лягли недостаточно хорошо, я беру, поднимаю вверх и начинаю прокручивать мою нить. Вы видите, у нас образовался хороший жгутик с хорошей лохматостью. И теперь, не отпуская нить, соблюдая пропорцию тела, чтобы не было у нас большой скомканности материала, мы начинаем изготавливать наше тело. Где два, где три раза, но проходим так, чтобы хорошо было обозначено наше с вами тело. Не забываем дополнительно подкручивать нашу нить. Не доходим до места формирования нашей грудки. Вот приблизительно это является одна треть нашего цевья. Нам теперь необходимо выполнить сегментацию. Выберите для себя шаг, угол, так как вам будет удобно. Это уже не является столь принципиальным. Раздражение для рыбы придаст. Закрепили, удаляем. Клеем здесь нежелательно пользоваться, так как материал достаточно хорошо впитывает этот клей. Значит, что нам теперь понадобится? Мы очень часто с вами изготавливаем разные мушки. У нас остаются вот такие красивые. Или, допустим, как я изготавливал уже неоднократно, вам показывал в фильмах. Вот часто у меня остаются вот такого оттенка перышки. Можно изготовить сверху. Я не выбрасываю. И в дальнейшем я всегда нахожу применение для своей мушки. Как вы видите, ну, величина достаточно большая. Она меня не устраивает. Но что здесь самое главное? Как вы видите, перо можно спокойненько вот так сложить. Сложить. И достаточно острыми ножницами сделать вот такой надрез. Достаточно ровная и красивая выходит у нас величина нашего крылышка. Значит, как здесь желательно нам закрепить? Я обычно беру, удерживаю перо, но левой рукой неудобно работать. И перекидываю катушку. У нас вот так должно закрепиться крылышко. Ну, а теперь остается только лишь нам с вами, не нарушив форму нашего крыла, подтянуть и окончательно его закрепить. Для удобства крепления я взял еще карандаш. И, как вы видите, вот промазал наше перышко, и оно у нас находится в воде. Сразу оно вымоется клей и примет нормальное, хорошее положение. Теперь самый такой важный момент. Не всех получается возможность достать нормальное перышко, которое могло бы быть для сухих мушек. Вот, допустим, у меня имеются вот такие перья. Но, как вы видите, величина бородок достаточно большая, но не годится. Поэтому я, когда у меня остаются всевозможные из наборов вот такие остатки, я стараюсь их сохранить для конкретно какой-то определенной одной мушки. Закрепим ее здесь. Подмотаем. Сейчас. Вот так. И нам теперь что с вами понадобится? Есть у вас, остаются всевозможные маленькие кусочки пенки, вот как у меня, которую я не выбрасываю, но она всегда годится для каких-либо работ, вот таких мелких. Нам необходимо с вами теперь здесь закрепить по всей площади нашей грудки. Аккуратненько так, чтобы ее не перерезать. Притяжной петлей подхватили. И нашу пенку мы должны с вами довести до места, где мы с вами закрепили крылышко. Сильно не усердствуем, этого будет вполне достаточно. Вот так. Теперь, для того, чтобы более симпатичная была грудка, естественно, она у нас должна быть несколько темнее. Поэтому я возьму вот такого серебристого оттенка антрон и только-только обозначу свою грудку. Я взял штабельно, то есть волокном, чтобы не проматывать. И до первого касания, только лишь как коснулся мой даббинг, я начинаю подкручивать. И теперь мы с вами закрываем все следы нашего злодеяния. Хорошо, хорошо. Он плавающий, поэтому достаточно хорошо будет выглядеть в нашей мушке. Оставляем. Ну, учитывая то, что длины пера для меня недостаточно, чтобы я работал качественно рукой, я возьму перодержатель и выполним в районе, там, где мы с вами обозначили грудку, парочку буквально вот оборотов. Переводим вверх и крепим наше перышко. Закрепили. Я пока не отрезаю, так как нам необходимо с вами более качественно закрепить наше перо. А увожу его в сторону. Убираю перодержатель и увожу в сторону. Теперь нам с вами понадобится буквально аккуратненько вот так повернуть вперед нашу пенку и следим за тем, чтобы мы оставили достаточно места у колечка. Должна выйти приблизительно вот такая хорошая симпатичная конструкция. Подтянем достаточно хорошо, перевернем нашу пеночку и аккуратно теперь выполним два, три, пять, сколько нам необходимо оборотов перед пенкой. Теперь я беру клей для того, чтобы не было у меня дополнительного нагромождения материалов, так как мушка у нас сухая, я нанесу буквально на нитку немножко клея и там, где мы обозначили головку нашего ручейника, промотаем ниткой и по возможности можно сразу обрезать, так как клей хорошо держит. Но я выполню парочку узловязом оборотов. И теперь удалим все материалы и оккультурим нашу мушку. Как вы видите, ну вот мы без всяких излишеств не делали ни глазки, ни усики. Вот она выглядит вот так снизу, сбоку, сверху. Готова к работе. Как я уже говорил, не переживайте, что у нас так слегка подклеилось, оно хорошо распушится и будет достаточно хорошо работать. Вот и все. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.